на ремонте шкода octavia тур и у меня сейчас замена колодок и тормозного цилиндра главного открутился он кстати легко проблем не возникло просто взял шестигранник и открутил причем шестигранную звездочку на самом деле такая же шестигранная звездочка как и крепится сам барабан в общем то барабан в тоже в таком состоянии что его бы и менять но сейчас видео может быть будет немножко задувать ветер но уже сниму почему снимаю потому что обратите внимание здесь стоял как я уже снимал стоял стояли колодки и выдавила цилиндр выдавила поршень из цилиндра потому что стерлись когда менялись колодки не поменяли вот эти втулки вот так называются на самом деле смотрите в магазине в нашем городе можно купить тормозные колодки но я правда покупал не там но в любом случае я брал у людей в магазине у людей которые занимаются ремонтами автомобилей и говорю дайте мне привез вот такую старую дистанционную втулку для замены колодок они на меня смотрят и и не вообще не понимают о чем я говорю я сделал вывод что когда меняются колодки дистанционные вкладки вот они по три на каждую колодку так раз два три меняются для какой цели чтобы не терлось об железе не сдвигалась ближе и у меня в принципе так и произошло у меня когда стоял старый видите у него поверхность вот это по сравнению здесь диаметр намного больше чем здесь и у него такая очень конкретная ограничивающая планка стоит здесь ее с одной стороны не было вообще колодка провалилась и поршень просто вылез и из него начал литься тормозная жидкость мимо он просто вылез мимо колодки почему ну во первых износилась вот это вот боковая она тут совсем маленькая и износились вот эта дистанционная прокладка и она ушла в сторону вправо ну смысле в ту сторону поэтому было куплено здесь уже ничего нельзя сделать боковой планки нет ограничивающий поршень отдельно такой не купишь я купил наверное сложно будет связи с ветром но смотрите получается при замене колодок обязательно нужно проверить здесь вот совсем не было здесь почти почти стертая а вот здесь внизу целая потому что низ колодки он фиксирован в такую в проставочку такой специально ну и обращать обращайте на это внимание потому что у меня это произошло как я уже говорил на природе получается что нужно было он вылез назад не поставишь нужно было открутить трубку начал откручивать обломал и теперь ставлю уже другую трубку причем купил джейпи не оригинал и сказали что это для другого авто причем теперь значит перегибаю его он начало у него вроде бы подходит а дальше все идет по другому и просто беру перегибаю под другую геометрию но обращайте на это внимание ставлю причем сама колодка не было стертая посмотрите не такая уже и стертая было но вылезла и приходится менять потому что она просто не не сюда вылезла оттуда запала и это из-за ну или некачественного изношенного цилиндра но и в принципе из-за вот этих прокладок который никто не меняет а сейчас я просто собираю колодки уже и сейчас до конца догну эту трубку чтобы она попадала в эти клипсы гнется не очень хорошо но гнется поэтому в принципе здесь с этим проблем нет когда отломал пытался сделать сам но на этом может быть и можно сделать грибок а на оригинальной уже даже приспособление сделать для грибка двойного видите с выпуклой стороной не получилось у меня что-то ее столь гнула в сторону не знаю по какой причине может быть потому что она более жесткая чем это но на оригинальной трубке согнуть такой грибок не удалось может быть вы знаете почему напишите в комментариях что же я сейчас показываю как нужно устанавливать колодки может быть кто-то у меня например неправильно пружины были установлены поэтому обратите на это внимание и еще есть один один секрет смотрите когда вы ставите вот этот клин который касается ручника когда вы ставите ставьте в самое минимальное положение видите в самый верх он дальше расширяется если вы поставите в самый низ у меня кстати вот этими тыком стояла туда и это неправильно он должен свободно катиться и вот этим выступом зацепиться за низ а у меня он стоял в другую сторону причем вот здесь вот он фиксировался с этой стороны под колодкой соответственно сильно разжимал и в таком состоянии не заходил барабан не заходил а если поставить его правильно так и так смотрите куда пружины ставится эта пружина за выступ на планке а там она заходит вот с этой стороны вот так тоже за выступ на планке и вот здесь ну а здесь здесь понятно ну и клинушек две пружины в одну дырку поэтому ну обратите внимание ну а так а теперь в собранном состоянии сначала заводим сюда а потом с помощью там отвертки уже будем вниз зажимать но сначала но сначала заводим ручник и ставим